Ну и как следствие, это свадьба. И кто-то на торжестве поражает воображение гостей, а некоторые возрождают национальные обычаи. В селе Мальково Тюменского района сыграли казачью свадьбу. Насколько удалось воссоздать старинные традиции в 21 веке в следующем сюжете. Они с легкостью поменяли свадебные наряды на национальные костюмы. Это не дань моде, а стремление соблюсти традиции. Не в этом счастье. А главное, чтобы семья была крепкая. Да, главное в семье, чтобы счастье было у нас. Семья была крепкая. А как оно пройдет? Это все мишура. Провести казачью свадьбу предложил отец жениха. Как и в старину, все обсудили на сходе. Если гулять, то по традициям. И никаких ресторанов. Песня, музыка. Будет казачья, будет баянист у нас. Готовим еду. Все это в основном на казанах, на костре, там лагман, там еще что-то делаем. По-простому, так сказать, по-деревенскому. Самое главное в казачьей свадьбе – венчание. Для проведения таинства жених с невестой выбрали старую деревенскую церковь. После венчания икону и свечи, как и положено, завернули в рушник. По поверьям, венчальные свечи зажигают случаи раздора в семье и при тяжелых родах. Конечно, с день мы уже не можем в полной мере воссоздать ту атмосферу казачьей свадьбы, которая, как правило, втягивала весь хутор, всю станицу в празднование. Прежде всего, что редко бывает, удалось воссоздать, прежде всего, венчание. То есть венчание для казаков – это было неотъемлемым атрибутом. И уж без кого точно нельзя представить казачью свадьбу, так это без лошадей. Вот только молодоженам прокатиться на них не удалось. Казачке садиться на коня без женского седла запрещено. Но прокатиться на коне с мужем Мария еще успеет. Ведь семейная жизнь только начинается. Субтитры создавал DimaTorzok